Добрый день, дорогие ребята! Добрый день! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Здравствуйте! Вас сегодня приветствует оркестр «Русские фрески». АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, ребята, кто впервые на концерте оркестра? Поднимите руки. Как вас много! Опустите! Скажите, пожалуйста, а кто уже не первый раз приходит на наш концерт? Количество... Спасибо большое! Разделились! Значит, вы легко ответите на мои вопросы. Все те, кто уже не первый раз на концерте. Итак, ребята, кто мне скажет, что же такое оркестр? Это когда... Это когда он играет на русском человеке. Это когда он играет на концерте. Правильно! Оркестр — это большое количество музыкантов-инструменталистов. Именно инструменталистов, тех, которые играют на инструменте. А как оркестр мы отличим от ансамбля. Ведь бывают же большие ансамбли и маленькие оркестры. Как мы их отличим? В оркестре, ребята, существует группа инструментов, на которых музыканты этой группы играют все в унисон. В унисон — это значит одно и то же. Понятно? Теперь не перепутаете оркестр с ансамблем? А скажите, какие вообще бывают оркестры? У нас же много оркестров, да? Какие вы знаете оркестры? Ну, духовой оркестр все знают? Симфоновый! А симфонический? Нет! А камерный оркестр знаете? Надо ходить на концерты, ребята. Тогда вы будете все знать. Еще есть эстрадный оркестр, джазовый оркестр. Нет! А сегодня у нас на нашей сцене какой оркестр? Оркестр русских. У нас на сцене оркестр русских народных инструментов. А теперь я посмотрю, как вы знаете, наши родные, исконно русские народные инструменты. Справа от меня от стороны, а слева от вас. Группа каких инструментов? Балалай! Запоминайте, ребята. Это группа... Балалай! Можно? Балалай! Это группа домр. Домра это самый старинный музыкальный инструмент. Она старше балалайки, старше баяна. Самый первый у нас русский инструмент, известный. Издревле. Группа домр. Домры разные бывают. Домры вырывают малые. Покажите. Домры бывают альтовые. И домры бывают басовые, большие. Видите, как они все различаются? Но все это домры, большая домровая группа. А слева от меня... Балалай! Балалай! Балалайки! Совершенно верно. А балалайки тоже разные бывают? Да! Бывает балалайка. Прима. Это сольная балалайка. Бывают балалайки секунды. Бывают балалайки альты. И самая большая балалайка — контрабан. Представляете, сколько надо ходить в тренажерный зал, чтобы поднимать легко такую балалайку. Ну, мы с вами познакомились с инструментами. А какую группу инструментов мы с вами еще не показали? Бояны! Молодцы! Бояны! Скажите, что Бояны! Это я указала. Молодец! Бояны! И еще у нас есть группа инструментов. Там музыканты трещат, гремят, путят. Ударный инструмент. И еще один небольшой вопрос. Вы, ребята, запоминаете информацию? Потому что в конце концерта я буду у вас спрашивать, задавать вопросы и посмотрю, как вы внимательно все слушали. Ударный инструмент. Молодцы! А теперь скажите, а как называются музыканты, зовут как музыканты, которые на домре играют? Домрисы! Домрисы, правильно. А те, кто играет на балалайках? Балалайшники! Есть балалайшницы и балалайшники, если это мальчики. А на баянах кто играет? Баянисты! А вот ни за что не угадайте. Кто играет на барабанах? Как называют? Барабанщики! Правильно, можно назвать барабанщики, если он только на барабанах играет. А если человек играет на всех ударных инструментах, то это уже ударник. Это очень почетное звание ударник. А теперь, ребята, давайте разберем. Вот мы поняли с вами, что у нас русский народный оркестр. Но теперь точно никто мне не ответит на этот вопрос, поэтому я вам сама расскажу. Вы знаете, русский народный оркестр был создан немногим больше 100 лет назад. Это молодой оркестр считается. И в самом начале творческого пути оркестр русских народных инструментов играл переложение классических произведений. И очень часто играли переложение симфонических произведений. И вот сегодня мы с вами совершили небольшую премьеру. Сегодня будет очень много премьер. То есть что такое премьера? Это когда впервые исполняется на нашей Октябрьской земле. В данном случае, ну мы не только Октябрьскую, мы всей Самарской области премьеры делаем сразу. Вот впервые сегодня прозвучит интерменция композитора Маскани из оперы «Зельская честь». Это произведение написано для симфонического оркестра. Но его переложили, и теперь мы исполняем на наших русских народных инструментах. И еще один маленький вопрос. Кто мне скажет, с чего начинается музыка? Нет, ребята, музыка, внимательно, музыка начинается с тишины. Вот вы покажите мне, как вы можете тихо сидеть и слушать, а мы вам покажем, как мы можем тихо и красиво играть произведение, которое написано для симфонического оркестра. Договорились? Итак, Маскани, интерменция из оперы «Зельская честь». Давай, 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 давай! Давай, давай! КОНЕЦ 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 Годы шли, оркестр развивался, и все больше и больше композиторов стали писать специально для Оркестра Русских Народных Инструментов. Сегодня мы опять вам предложим премьеру. Это новое произведение композитора Евгения Дербенко, орловский композитор, который всю жизнь посвятил для того, чтобы писать произведения для инструментов народных, русских народов, для гармонии, для баяна, домра, балалайки и очень много произведений он пишет для Оркестра Русских Народных Инструментов. А так как Евгений Дербенко, Евгений Петрович, очень часто бывает в городе Сызрани, ему очень понравилась наша Спасская башня и такая красота, территория, которая около нее находится, он вдохновился этим и написал произведение, которое называется «Спасские аллеи». И сейчас мы вам его сыграем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДомаTorzok Плесменку Татьяны Евгеньевне ДимаTorzok ДимаTorzok Теперь, ребята, я в Москве в большой секрет Знаете, русские народные песни их можно не только петь Представляете? И очень много композиторов обращаются к русскому народному фольклору не для того, чтобы его спеть, а для того, чтобы эту прекрасную музыку обработать, сделать концертные вариации и на базе вот этих прекрасных тем замечательных и лирических, и прессовых сделать обработки концертные для различных инструментов. И вот сейчас мы с вами услышим обработку русской народной песни «Эх, весенний, мои сени» композитора Михаила Таспека. «Эх, весенний, мои сени» композитора Михаила Таспека» «Интих и весенний, мои сени» «Ех, весенний, мои сени» «Ех, весенний, мои сени» «Яс Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это старинный русский музыкальный инструмент, духовой, как вы видите, жалейка называется Потому что поет она жалостливо, жалостливо Сейчас она пела и песела Итак, ребята, настало время для немножечко узнать, как вы хорошо все запомнили Итак, быстро отвечаем на мои вопросы Какие это инструменты? Домры Домры Какие это инструменты? Домры Как называют человека, который играет на домре? Я на мрис А на балалайке? Да А на баяне? Я на ударных инструментах? Да Молодцы, ребята Хорошо все запомнили А теперь еще у меня один к вам вопрос А вы дружные ребята? Да Вы в основном дружные Судя по тому, как вы дружно отвечаете А вы любите песни? Да А вы любите петь песни? Да Вот за то, что мы сегодня так хорошо все слушали И так хорошо все усвоили Мы подарим вам подарок А какой музыканты могут подарить подарок? Музыкальный И подарок наш будет непростой, а сюрпризом Вот мы тоже, наш коллектив тоже очень дружный У нас есть свой гимн Он называется песня друзей Ее все знают И наш с вами, наш вам подарок Это приглашение исполнить эту песню Всем залам, превратившись из зрителей В один большой хор В одно большое такое сообщество Хорошие музыканты Договорились? Итак, Геннадий Гладков Песенка друзей Поют все Поют, но не разговаривают Разные вещи Ничего на свете лучше нету Чем родить друзьям по белу цвету Всем у дружбы И за что тревоги На другие дороги дороги На другие дороги Наш ковер цветочная полета Наши стены с острыми веками Наша крыша небоголовая Наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ле, е-е-е, е-е-е. Мы свое призвание не забудем, Свет и радость мы приносим людям. Нам дворцов собачивые слады не заменят никогда свободы, Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е, е-е-е. Спасибо, ребята, что вы так хорошо слушали.